Всем доброго времени суток, меня зовут Иван Севастьянов, вы смотрите полный курс о недвижимости и сегодня мы разберем с вами такую вещь как стратегия инвестирования в недвижимость, с каким путем пойти, в какие объекты вкладываться, в какие объекты не вкладываться. Основных стратегий, их не так много на самом деле, то есть вы можете идти стратегией мини-инвестирования, когда вы берете много дешевых объектов, сначала берете один дешевый объект, потом берете еще один дешевый объект и потихонечку-потихонечку наращиваете количество этих дешевых объектов, зарабатывая с каждого 15-20-25% в год. Это первая стратегия, она самая простая, она самая доступная, она не требует много денег. Вторая стратегия, это когда вы что-то купили дешевле рынка, что-то продали дороже рынка, то есть вы купили квартиру за 5, вы продали квартиру за 8, там заработали 2,5-3 миллиона чистыми деньгами и пошли инвестировать куда-то дальше. Это стратегия наращивания капитала, она рабочая и в следующем видео мы покажем наши кейсы, как делаем это мы и как это можете делать вы. А следующая стратегия – это пассивный доход, то есть когда вы покупаете объект, вы сдали его в аренду, вам ежемесячно что-то капает, вы получаете деньги, а все довольны и счастливы. И следующая стратегия – это смешанная стратегия, когда вы берете все хорошие объекты, все ликвидные объекты, все объекты ниже рынка, что-то вы сдали в аренду, что-то вы перепродали, что-то вы сначала сдали в аренду, потом перепродали. Получается такая смешанная стратегия, по которой тоже можно двигаться и зарабатывать с этого деньги. Разбираем первую стратегию. То есть первая стратегия подходит на старте, когда у вас нет денег, когда у вас там в кармане лежит 300, 400, 500 тысяч и вы хотите попробовать понять вообще-то ваше, не ваша тема. То есть вы берете небольшой объект, это может быть мини-офис, это может быть гараж, это может быть кладовка в каком-то ЖК и сдаете в аренду все это дело. Соответственно можно подобрать объект так, то есть можно взять какой-нибудь гараж в Москве за 500-600 тысяч рублей, сдать его в аренду за 10-15 тысяч, получить какой-то опыт на этом и в принципе, если там доходность в 15-20 процентов годовых вас устраивает, взять еще один подобный объект и дальше двигаться по такой же схеме. Либо понять, что эта тема как бы ваша и уже покупать какие-то более дорогие объекты. Я знаю людей, у которых по такой схеме несколько есть мелких объектов, есть там несколько кладовок, несколько гаражей, несколько мини-офисов. Они сдают это все в аренду и зарабатывают там дополнительно к своей основной зарплате несколько десятков тысяч рублей и в принципе не тратят особо время на управление всем этим делом. стратегию купи-продай, когда вы покупаете объект заведомо ниже рынка, причем это не обязательно быть гуру в сфере торгов, можно найти и на циане, то есть я периодически нахожу на циане объекты ниже рынка, там последний кейс набрали объект в три раза ниже рынка. Он был найден тупо на циане, такие объекты есть. Берете объект, вы его, что называется, подшаманиваете, делаете какой-то мелкий ремонт, потом выставляете его в продажу, продаете, получаете деньги и покупаете следующий объект или два. И так далее доходите до уровня, когда у вас в цепочке 5, 6, 7, 10, 20 таких объектов, они постоянно крутятся, вы постоянно зарабатываете деньги и опять же как бы временные затраты на это у вас не сильно большие. Следующая стратегия это классическая сдача в аренду, когда вы изначально ищите объект под аренду, это может быть хорошее расположение, это может быть какой-то там бизнес-центр или это может быть хороший жилой комплекс, где вы можете сдавать в аренду и зарабатывать на этом деньги. Покупаете объект, делаете ремонт, сдаете в аренду, получаете пассивный доход и ищете деньги, покупаете следующий объект. То есть, если это жилые объекты, это можно делать в ипотеку, сейчас ставки достаточно низкие и постепенно вы доходите до уровня, когда у вас арендный поток достаточно большой. Это могут быть десятки тысяч рублей, могут быть сотни тысяч рублей, могут быть миллионы рублей, в зависимости от того, как быстро вы планируете вообще двигаться в этой теме. То есть, тоже все достаточно просто и стандартно, скажем так. В недвижке вообще нету каких-то там мега сакральных тем, и мы в следующих видео будем пошагово, потихонечку разбирать все вот эти вот стратегии. То есть, как купить жилое, как купить нежилое, как купить торгов, как это сдать, как это отремонтировать, как это заселить, как заработать, как там сделать так, чтобы это все было рентабельно. И смешанная стратегия, когда вы берете все вкусные объекты, там тоже ремонтируете, доводите до ума, сдаете в аренду, выставляете в продажу с арендатором или без арендатора, продаете дополнительные евроадреса туда, то есть максимально-максимально увеличите свой доход. Вот. И опять же по этой стратегии у вас может быть сначала один объект, потом два, потом три, потом пять, потом десять. Тоже все достаточно банально. Вашей задачей после этого видео будут ваши вот эти тетрадочки, которые вы, я надеюсь, себе завели, выбрать подходящую для себя стратегию инвестировать. То есть понять все, с чего вы будете начинать ваши шаги в недвижимости. Наверное, для большинства из вас это будет покупка какого-то небольшого объекта, там за триста, за четыреста, за пятьсот тысяч, может быть, за сумму до миллиона рублей, если мы говорим про Москву, про крупные города, в регионах можно купить там и за триста, за четыреста тысяч объект, начать его сдавать в аренду или сразу купить с потенциалом для дальнейшей перепродажи. то есть вам для себя надо определить ту стратегию, с которой вы начнете и сразу же понять стратегию на несколько лет вперед, на три-пять лет вперед, то есть поставить себе какие-то цели. То есть вы можете прямо, сейчас я попробую показать, как я бы это сделал, то есть вы можете прямо расписать себя на несколько лет, что вы хотите от недвижимости. То есть такой вот график сделать, где по одной оси у вас будут деньги, по другой оси у вас будут объекты. Сейчас попробую показать на камеру, то есть у вас как бы здесь объекты, которые вы там планируете брать, здесь, соответственно, количество лет. Ну и можете написать себе там сколько будет денег. То есть, потому что если вы действительно собираетесь как-то двигаться в этой теме, то полезно поставить какие-то перед собой долгосрочные цели, чтобы понимать вообще, что вы хотите на выходе. То есть сколько вы хотите денег, какие у вас будут объекты, потому что долгосрочное планирование, оно чаще всего приводит к тому, что это все реализуется так или иначе, по нашему опыту. И, соответственно, после выполнения домашки размещайте ваши отчеты под видео, пишите вопросы, будем отвечать на них. На этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...